Очень важно для татуировщиков выбрать свой стиль и не идти на поводу модных каких-то тенденций. Блин, сложно, мы реально, ну мы выживали, я там получала 20 тысяч в месяц. Но у меня была поддержка со стороны мужа. Без этой поддержки я бы в жизнь, бы в себя не поверила. Все на доверие. Все мои студии без единого контракта. У меня тут все должно. Я хочу полностью уйти из русского рынка, потому что началась война в Украине. Я тебе сейчас расскажу, ты не поверишь. Ребята из Нью-Йорка создали Magic Ink. Если ты сделаешь татуировку этой краской, ты можешь менять настройки своей татуировки. Я хочу понять, что вообще я такое. Зачем я пришла на эту планету и вообще какая моя цель, реально что я хочу. Всем привет, меня зовут Лена Плотникова и вы на моем канале, где обычно я показываю бизнес и профессии русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня моим героем станет одна из самых известных тату-мастеров Саша Татуин. Вы давно меня просили снять ролик о тату-индустрии в Америке, и Саша, пожалуй, лучший герой для этого. Ведь она из своей профессии построила целый бренд. У Саши были студии в Москве и в Питере. Сейчас остается в Барселоне и две студии в Лос-Анджелесе. Саша делала татуировки мировым звездам и сотрудничала с популярными брендами, такими как Риба, Кэффсен Лоран, Девайс, Гугл Этап и другие. Но недавно Саша заявила, что уходит из индустрии как тату-мастер, что шокировало и ее команду, и, конечно же, клиентов. Но все равно мне хочется поговорить с ней, как устроен тату-бизнес в Америке, с чего начинать молодым артистом и почему Саша приняла такое решение после многих лет профессии. И для того, чтобы с ней поговорить, я приехала в ее студию в Даунтауне. Поехали! Саша, привет! Надо сразу сказать ребятам, которые нас будут смотреть, что мы с тобой прожили маленькую жизнь вместе. Это уже наше второе полноценное интервью, потому что у Саши прошли большие изменения за то время, пока мы записывали интервью, прямо в процессе этого момента, пока мы монтировали. И они были настолько важными, что мне, как автору этого канала, который я очень пытаюсь говорить максимально откровенно с гостями и прошу их так же делать. И поэтому, почему для меня это важно, что мы покажем полную твою историю о том, как ты пришла в тату и как ты ушла как мастер из тату. И какую ты такую вот свою небольшую, может быть, для кого-то очень большую, кто только начинает империю, построила в этом плане, такой бренд крупный. Для меня это прям целая история. И классно, что... Если бы мы записали тогда интервью и оставили его так, этой бы истории сейчас не было. И пришлось бы собирать это по крупицам, что вот мой герой интервью сейчас, оказывается, закончил. А так все будет цельно, вместе. В общем, прикольно. Спасибо тебе большое. Блин, это очень круто. Я тебе на самом деле настолько благодарна, что ты, во-первых, выдержала все мои коррекции, изменения в прошлом интервью. И в итоге ты мне разрешила его переснять. Спасибо. Ну, давай начнем. Сейчас тебя знают все, как Саша Татуинг. У меня очень многие знакомые о тебе знают, как о тату-мастере. И тату-мастера, с которыми я здесь дружу. И просто ребята. Плюс тебя знают и в России, и в Украине, как тату-мастера. И даже в Барселоне, как тату-мастера. И, ну, тем более здесь, в Калифорнии. В прошлом мире. Да. Вот. Но. Но, знаешь, как так было не всегда. Ну, конечно, с чего ты это начинала. И когда ребята, знаешь, начинают, и они смотрят такие истории, и кажется, что все это не про них. С ними такое не случится. Или, с другой стороны, может сказать, что, да ей все легко там досталось. Повезло. Да, просто повезло. Но хочется понять, как ты вообще пришла в эту сферу, и с чего ты начинала. Сферу тату? Да. Знаешь, я бы хотела, наверное, обозначить несколько ключевых факторов, которые вообще повлияли на меня, как на мое становление. Не только в тату, вообще в целом, как вот, как человека. Давай. И я долго думала, как начать сегодня. Потому что в тот раз, когда мы снимали, я сразу начала так. Мне муж подарил тату-машинку. Я оказалась в нужном месте в нужное время. Все закрутилось, завертелось. На самом деле, все было не так. Вот реально сейчас, осознавая тот путь, который был пройден, я понимаю, что несколько было ключевых моментов, которые очень сильно повлияли на меня, вообще на все. Вот. Давай, знаешь, я начну с того момента. Вообще, я немножко расскажу о себе. Я из Харькова, Украина, и моя семья никогда не была богатой. Мы были достаточно, ну, знаешь, как сказать, нормальные, обычные. Как этот уровень называется? Ну, в том, на все хватает. На все хватает, но сверху ничего не было. Мы не путешествовали, мы жили в квартире. И вот момент, когда моя мама решила, что я буду поступать в Академию дизайна искусств, я считаю, вот этот был первый мой момент, когда я увидела, как может быть по-другому. Я жила на окраине Харькова, такое, знаешь, спальные районы. Все было очень приземленно. Скажем, тебе надо было выжить. Тебе надо было уметь подстроиться. Ну, люди тебя не вдохновляли вокруг. Тебя никто не мотивировал, тебе никто не помогал. И то есть ты там выживаешь-выживаешь. И просто тот момент, когда мама сказала, что... Ну, она видела, что я рисую, что мне это нравится. Она мне помогла вот выбрать это как мою профессию. Это так круто, потому что, ну, дизайн, интерьер. Мне кажется, для родителей, там, 20-30 лет назад, ну, что это, что делать? Какие перспективы идти? Если честно, я когда училась в институте, я не понимала, кем я буду. Для меня было самое страшное, если я буду рисовать портреты, знаешь, в центре города, там, люди сидят, портрет рисуют, там, не знаю, за сколько. И вот для меня это были художники. Я себя так это видела, и я совершенно не понимала, буду ли я дизайнером, или я буду рисовать, или это может... Вообще понимания никакого не было. Но когда я поступила в Академию дизайна искусств в Харькове, моя жизнь полностью перевернулась, потому что я встретила людей. Тех людей, которых я там встретила, это те люди, которые со мной сейчас. О, да ладно. Да. Поэтому я думаю, что вообще Академия дала мне очень много. Я помню тот момент, когда в первый раз я уже начала сближаться с новыми своими друзьями, которые в будущем стали моими друзьями. Вот я в первый раз начала с ними общаться. Меня пригласили, они сами устраивали выставки, фото-выставки, делали какие-то проекты. Для меня все было в новинку. Я не понимала, а так можно? Вот так можно самим сфотографировать, сделать выставку? Меня позвали в качестве модели. Это было что-то невероятное на тот момент. И когда я увидела, что люди творческие, и что вообще такое творчество, тогда... Я все еще не знала, кем я буду и буду ли я дизайнером, потому что я училась на графического дизайнера. Но я уже видела эту свободу, которая, знаешь, внутренняя свобода. Потому что ты, когда ты живешь в спальном районе, ничего не видишь, нигде в жизни не путешествуешь, за границу не выезжаешь, у тебя все вот так. Ты не можешь даже шире как-то представить что-то, что там где-то что-то есть. Вот. Поэтому именно эти люди меня вдохновили быть свободной, не зависеть ни от кого. И, собственно, в новой компании я встретила своего мужа. Тогда еще в харьбе? Да. Знаешь, он меня постарше, и я его давно приметила, до того, как я с ним познакомилась. Это он думает, что он тебя выбрал? Да, да. Я просто помню, когда я его видела на тусовках, я думала, боже мой, какой он крутой. Ну, реально, я вот сейчас вспоминаю, это было, ну, это было крутое время. И когда я с ним познакомилась, ну, вот, короче, все завертелось, все было прикольно, не буду долго об этом рассказывать, правильно? Ну, правильно, да. Давай. Тебе интересно дело, как все-таки стату связала. А ты меня уже изучила. У нас в компании много ребят татуированных, у меня были татуировки уже на тот момент, моего мужа, моих друзей, и я помню, у нас был один тату-мастер, который был самый классный. Я думаю, он и до сих пор самый классный не только в Харькове, но и вообще во всей Украине. Он реально крутой, к нему записаться было сложно. И я помню, когда я к нему попала на сеанс, моя подружка, к нему нельзя было просто так попасть, тебе надо было через друзей, 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 как-то так найти, кто там у него татуируется, чтобы записаться на сеанс к нему. И я помню, я к нему пришла и сделала свои первые большие татуировки. Знаешь, я вспомнила тот момент, когда я записалась к нему, я хотела розу набить, и я сама ее рисовала. Я подумала, что я же художник, я сама ее могу себе нарисовать. И я помню, несколько дней я рисовала эту розу, получилось ужасно. Я так ему благодарна, что он на нее посмотрел и сказал, о, классно, супер, у тебя хорошо получилось, ну, я нарисую, ну, я нарисую тебе, можно сам? И он мне сделал классную розу, и я помню, как он со мной работал, он говорит, а вот у тебя такое прикольное тело, нам надо для баланса, чтобы у тебя было две розы, у тебя увеличатся бедра, будет талия визуально уже, тебе очень подойдет, если мы сделаем две. Я такая, окей. Потом он мне сказал, а ты хочешь вот тут еще что-то? Я говорю, ну, не знаю, может быть там птица. Он такой, а давай сделаем птицу, чтобы она выходила от тебя тут на ногу. Он, я вспоминаю это время, и еще тогда я очень вдохновилась, как он работал с клиентом, какой он подход ко мне нашел, и как это все было. Я понимала, почему он лучший, почему он, к нему так сложно попасть. Но это было, на тот момент это только было вот, где-то у меня, знаешь, отложилось. И дальше, значит, первый мой ключевой момент, это когда я поступила в институт, встретила своих друзей. Второй момент, это когда Паша позвал меня в Питер. Мы только начали отношения, а он уже переезжал. И получилось так, что он переехал в Питер, а я осталась в Харькове. Я нашла работу классную, я рисовала игры для айфонов, то есть персонажей, делала им какую-то анимацию. Ну, компания, которая разрабатывала вот такие игры, там приложения разные. Это была очень престижная работа на то время. Я многому училась там, я полностью перешла из формата, когда ты рисуешь руками, да, вот ручками, карандашами в диджитал формат, когда у тебя уже есть компьютер, там, я не знаю, фотошоп, я уже не помню, какие там программы были, в которых я рисовала, анимации эти делала. И я начала изучение, мне это ужасно нравилось. Я прям чувствовала, что это мое, я прям круто, мне это нравится. Единственное, что мне не нравилось, работать в офисе. Это было ужасно. Работать в офисе, и постоянно мне говорили, что мне надо переделать. Ну, то есть это вроде творческая работа, а вроде и нет, да? Это творческая работа, но ты за кем-то постоянно. Это мне немножко не нравилось, я расстраивалась, что меня не слышат, то, что я делаю, мне оказалось не очень значимым, потому что мне постоянно просили переделать, или сказать, что вот тут не так, Саша, надо вот так. Ну, знаешь, как заказчик, работать с заказчиком, это очень сложно. Ну, я понимала, что мои внутренние потенциал больше. Да, я всегда себя так, окей, ладно, переделаю, знаешь. И я училась тогда, получается, на последнем курсе, на четвертом института. У меня еще был пятый курс, но Паша меня позвал в Питер, и я бросила работу, бросила институт и уехала. Это был второй такой момент. Сейчас, может быть, нашли бы тебя где-нибудь в IT. А сейчас нашли бы тебя где-нибудь в IT, говорят. Да, 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 да. Я уже, да, можно представить на самом деле. Вот, и когда я переехала в Питер, у меня уже было какое-то портфолио, я была уверена, что я найду работу, но легко не было, честно. Работу я найти не могла. Никто не хотел брать на работу иностранца, скажем так, потому что разрешение на работу было получить очень сложно. Я пыталась это сделать честно, и это не получалось просто. Как-то на то время мне это давалось очень сложно. Нам приходилось каждые три месяца выезжать в Украину и обратно в Россию возвращаться, чтобы тебе давали там на три месяца вот этот вот въезд. Мне такая мысль появилась. Знаешь, ты замечаешь, что чем сложнее... Ну, вот я сама выросла в очень маленьком городе, и для этого маленького города там то, что я сейчас сделаю, я говорю, господи, Лена, расскажи, с кем ты живешь, кто тебе все это делает. Ну, условно, знаешь, что это кто-то. И чем сложнее вот такой путь, тем люди быстрее добываются успеха, потому что они привыкли проходить через трудности, знаешь, и уже для них это норма жизни, и поэтому они больше стремятся к чему-то, чем когда ты в тепличных условиях там вырастешь. Ну, да, на тот момент я не знала ничего, все было страшно, знаешь. На самом деле не мои страхи были. Страхи были каких-то предыдущих поколений, родителей, каких-то людей, которые постоянно об этом говорили. Я об этом не знала, но чувствовала, да, это страшно все. Это я не знаю как, я не умею. Ну, а в итоге ты все-таки нашла работу в Питере? В итоге я нашла работу в Питере, но вся моя работа была в основном удаленная, дома что-то делала. Потом, уже через год, меня взяли на работу в смешарике. Да. К тому мог подавать. Да. Я рисовала, я была локализатором испанской версии. У них была игра, онлайн-игра, и она была на русском, ее перевели на английский, я вот ее переводила на испанский. Ну, на самом деле, я не занималась испанским, я просто перерисовывала все, что было нарисовано на английском, на русском, другими буквами. У меня был перевод, у меня было тезе, текст, и я отрисовывала, там, не знаю, кафе, как это будет написано на испанском, например. Вот, я проработала там полгода, через полгода они сказали, что мы перевели всю игру, спасибо большое, все. И вот тут был момент, когда я поняла, что, блин, сложно, мы реально, ну, мы выживали, я там получала 20 тысяч в месяц, и Паше 20 тысяч рублей в месяц. Этого не хватало вообще. Мы жили в коммуналке, ели рис. Прекрасное время. Сладеньким себя не баловали. В рестораны не ходили. Я в первый раз в ресторан пошла, мне кажется, уже, ну, попозже. Ну, получается, что Эля работа тебя подтолкнула все-таки к тому, что, типа, сейчас есть или нет? Вот, кстати, когда меня уволили, ну, как, я закончила свою работу, но это казалось, как увольнение, потому что ты же работаешь, ходишь там, и тут тебе говорят, Саша, в этом месте мы заканчиваем. Все. Мы отрабатываем еще две недели, и... До свидания. До свидания. Я пришла домой, и мне было реально страшно говорить об этом Паше, потому что Паше тогда, буквально месяц до этого он тоже работал продавцом-консультантом в Фред Перри, и он тоже говорит, Саша, я уже не могу, это просто не делает меня счастливым. Я такая говорю, давай, что-то найдем. И он уходит оттуда, и я, получается, буквально через две недели говорю, блин, меня уволили. Я просто помню реакцию Паши, он улыбнулся, начал смеяться, и говорил, да ладно, серьезно. Я говорю, да. И у меня было, ну, знаешь, я расстроилась очень сильно. Он такой, ну, ничего, все, класс, что-то новое найдем. Это все равно все нам не нравилось. Знаешь, вот так было. И вот тут мы как раз пришли к тому моменту, когда Паша мне подарил тату-машинку. Подарил мне тату-машинку, говорит, что хочется татуировок, ты так красиво рисуешь, давай вот попробуешь. Денег все равно нет, работа нет, идти к мастеру, не верю. Не-не-не, он, кстати, подарил мне машинку не со словами, что ты будешь тату-мастером, а ты мне татухи будешь делать. Я тебя научу, и ты мне будешь татуировки делать. И он меня научил, да, он знал, как собирается машинка, куда игла вставляется, для чего все надо, как это все стерилизовать. Я еще помню, я на кухне это все стерилизовала там подручными способами. Ну, мы сами себе делали, правильно? Вот. Все иглы показал мне все, что стерильно, какие там, ну, как-то... Ну, хорошо, ну, можно же на этом проиграть, ну, типа, как хобби, знаешь, типа, если что, утром работаю, вечером бью мужу татуировки там и себе, и все, и на этом закончить. Да, татуировки изначально так и было, просто, наверное, в какой-то момент Паша увидел, что я начала рисовать уже эскизы для татуировок себе или кому-то. Я начала пробовать, как я могу это все дело красиво преподнести. Наверное, я больше даже не для кого-то рисовала, а для себя. Потому что первые эскизы, которые я рисовала, я их все себе набила. Реально. Блин, надо показать. Мы можем фотки? Я тебе покажу фотки, да. Я сделала себе татуировки, я сделала ему несколько татуировок, и у меня было... Я просто сейчас, уже осознавая пройденный путь, я знаю, что его поддержка в тот момент была ключевой для меня. Потому что без этой поддержки я бы в жизнь, бы в себя не поверила. А он мне постоянно говорил, это так круто, Саша, ты просто... Он восхищался всем, что я делаю, и говорил, что никто так не делает, как ты. Слушай, ну хорошо, а есть же люди... У нас просто... Ну, мне хочется создать разговор, который не только будет про твой путь, но и мотивирует людей, которые нас будут смотреть, особенно кто занимается тату, потому что люди, которые просили об этом снять, они как раз из этой индустрии. И вообще, в целом, знаешь, в воздухе витает, когда ты чуть-чуть что-то делаешь, люди не всегда воспринимают, они всегда могут поддерживать, а начиная там от близкого окружения заканчивая, ты в стори что-то выложишь, тебе могут люди позволить себе написать, да, тебе как ты должен жить. И в этот момент, ну, у тебя нет мер поддержки такой там, как у тебя было, что-то надо делать. У меня была поддержка со стороны мужа очень большая, на тот момент он был моим молодым человеком, мы еще тогда не были женаты, и мне этого хватило, но опять-таки, я не была в окружении своей семьи, моя семья была в Украине, далеко от меня, я была сама, у меня не было вокруг ни друзей, никого, мы были только вдвоем. Вдвоем. и мы друг друга мотивировали, соответственно, он сыграл очень большую роль, потому что я ему поверила, и я помню, когда вот мы сделали, я несколько татуировок себе сделала, ему, и он мне красиво их в фотошопе обработал, сделал мне логотип, поставил логотип и говорит, выставь это все в инстаграм. Это уже логотип Саша Татуинг был. Ну, именно название Саша Татуинг. Он еще, кстати, придумал. Саша Татуинг, это его идея. Он говорит, давай, знаешь, как в Америке делают там James and Sons, там, вот какие-то такие, типа, надо с именем, и типа, давай вот какая-то классическую схему, там, Саша Татуинг, круто будет. Я такая, давай. Все, так все и началось, и он офигенный дизайнер, не я. Хоть я и выучилась на дизайнера, я умею рисовать, я больше как артист, я точно не дизайнер. Я вот дизайн, я чувствую, что это не мое, а он, прям у него чувство стиля, вкуса, цвета, все, что он видит, он четко заранее знает, как это все. У него совершенно под руком все работает. Я это еще тогда поняла, потому что, когда он мне представил, как он это видит, вот, как выглядит, как это может, я могу быть татуировщиком, и как это все красиво, я была в шоке. И я, конечно, начала выставлять ВКонтакте свои работы, уже сразу, сходу они были четкие, классные, с логотипом, полностью красиво сделаны, и, соответственно, у меня сразу появлялись клиенты. То есть, первый клиент пришли с ВКонтакте? Первые клиенты были друзья, друзья друзей, а потом ВКонтакте, моя страница ВКонтакте сначала начала расти, парень, который, Пашин, знакомый, и с Фред Перри, они вместе работали, у него была большая группа ВКонтакте, которая называлась «Привет, как дела?» Совершенно просто, она юмористическая группа со всяким трэшем, смешная, действительно, я ее тогда, на тот момент уже знала, была на нее подписана, всегда смеялась со всех постов, которые там были, и они у меня сделали рекламу. И все? Ну да, Паша попросил, говорит, у меня Саша татуировки начала делать, или, не знаю, или он сам предложил, как бы без всякого, просто меня там разместили, и у меня, это питерская группа, и там большинство фолловеров было питерских ребят, и, да, первый поток клиентов был вот как раз из этой группы, и я работала дома в коммуналке, у нас была кровать, маленький столик, с этой стороны был стол с компьютером, с колонками, со всем пашиным оборудованием, он музыкант, и с другой стороны маленький столик, угол кровати, на котором я татуировала. А ты можешь вспомнить, сколько ты брала со своей первой татуировки? Я брала две тысячи рублей. И через сколько ты забыла о своей работе, знаешь, когда? В первый месяц, когда я начала работать, я заработала двадцать четыре тысячи, а моя зарплата была двадцать две. Такая вау. Это был шок. Я такая просто вау. Ты представь, почти там, на одно четвертое. И разница была, вот я со Смешарикова шла, и буквально через месяц я уже начала работать именно дома. Я еще не понимала, что я работаю, понимаешь? Это был фан, мне было интересно. У меня даже были тогда иностранцы, знакомые знакомых, из Лондона парень, он, кстати, татуировщик, и мы до сих пор с ним общаемся, и он мне недавно показывал. Я до сих пор в шоке, как мои татуировки зажили хорошо, и до сих пор они классно выглядят вот с того момента еще, когда... Ну, не все, конечно, но большинство. Саш, сколько времени прошло от того момента, когда ты перестала работать дома и пошла уже куда-то в более серьезное место, в студию, в другую? Я дома работала четыре месяца, а потом я работала в студии на Невском восемь месяцев, и потом я оттуда ушла и работала точнее, уже открылась первое место. А насколько важно вообще ребятам, которые только начинают, ну, которые условно только начинают, уже условно год работают, но я также дома, сразу идти после этого работать в студию или продолжить, может быть, самостоятельно не идти, знаешь, к чужим людям, им что-то там отдавать, передавать место, сразу самим начать. Знаешь, я думаю, кстати, это реально, но у нас такие страхи, что над ними надо работать, и не каждый может в 21 год сразу такой, о, я открываю свой бизнес, это будет тату-студия, сейчас туда вложу все свои деньги, которых нет особо. То есть, это трамплин должен быть все равно, чужая студия. Плюс, что мне дала студия, они меня очень круто раскрутили в тот момент, они мне дали вот этот вот, знаешь, они меня, они показали мой стиль, который тогда, он был как бы не то, что уникальным, но такое мало кто делал, и людям начало это очень нравиться, и ко мне шли конкретно за моим стилем, и как раз в тот момент Инстаграм начинал развиваться, потому что люди этого не видели, и им тоже хотелось такое, понимаешь? Блин, а вот тут важно, мне кажется, тоже нужно слушать себя, ну, ты можешь прийти в студию, в которой можешь, наоборот, поломать твой стиль, а ты классный, просто они где-то там живут, знаешь, пять лет назад, например, теми уставами, не следят за трендами, или твой стиль будет модным через два года, через три года, они тебя сейчас поломают, скажут, это фигню какую-то, ты делаешь, рисуй вот это. Знаешь, очень важно вот для татуировщиков выбрать свой стиль, и не идти на поводу у модных каких-то тенденций, знаешь, потому что я помню, когда я начала уже обучать мастеров своих первых, ко мне шли конкретно за цветочками, за женственными, тоненькими, за чем-то таким, что они не могли взять у простого мастера, который делает все, потому что мастер, который, например, может сделать все, но он не может тебе сделать деликатно, тоненько, он может классно тебе цветную работу сделать какую-то, да, может быть, он в разных стилях работает, но конкретно вот в этом вот, в одном, в том, что я делала, я достигла какого-то, да, там, совершенства в то время, потому что, опять-таки, если сравнивать с чем, мне, у меня, мне не с кем было себя сравнить, никто так не делал в то время, и я знала, что я делала, ну, супер классно, все, это мне помогло чувствовать себя уверенно, люди это чувствовали, считывали, и шли ко мне конкретно за вот тем, что я делаю. Когда я начала обучать своих первых мастеров, моей идеей было найти свой стиль и добиться того, чтобы этот стиль, как бы, на каждый товар есть свой покупатель, на каждый стиль реально найдется аудитория такая же, как ты, которые будут хотеть именно то, что ты делаешь. И я помню первое время, когда основной трафик в свою студию я вела сама, то есть мои клиенты были, они хотели то, что я делаю. И моим мастерам в какое-то время кому-то из них было действительно сложно, потому что они потрясающие художники, у них нереально классные эскизы, супер стиль, но к ним приходят клиенты и говорят, а мы хотим как у Саши, мы хотим цветочки или нам подавай что-то тоненькое. И были мастера, которым было действительно сложно, потому что они офигенные художники, у них супер графика, им приходилось делать цветы, они вообще не хотели это делать. И какое-то время они понимали, либо они зарабатывают, либо они развиваются как артисты. И я могу в пример привести вот Лесю или Мишу, которые сейчас, кстати, в ЛА у меня работают, они с того времени, они первые мои мастера в Питере. Это первые твои ученики получаются. Первые мои ученики, и они сейчас здесь живут, работают, и они мастера, которые не делают то, что я делаю. У них у каждого свой уникальный стиль, и к ним сейчас приходят именно из-за того, что они делают то, что не делает никто. То есть, чтобы этого добиться, им нужно было немножко условно потерпеть. Им нужно было все-таки не сдаваться. Они могли начать делать цветы, полностью копировать то, что я делаю, и у них бы тоже было все прекрасно, но они понимали, что им это не их. Они внутри чувствовали, что они хотят чего-то другого, и они вот добились этого. Хорошо, давай вернемся. Как раз ты, получается, ушла из этой студии, работала в бараке в Питере, и открыла свое какое-то место. Расскажи подробнее об этом месте, может, это была твоя первая студия в Питере, и от этого началась твоя история как раз с студиями уже в других городах. Это была студия на Невском проспекте, она была достаточно маленькая, у нее была одна комнатка, я не помню, сколько там было квадратных метров, она стоила 30 тысяч, по-моему, 30 тысяч рублей в месяц, и я там начала принимать, сделала себе место, начала принимать там первых своих клиентов, и ко мне пришли двое ребят, которые сказали, Саша, научи татуировки нас. Это были первые ребята, просто я не помню, вот было такое, знаешь, мое состояние было такое, я не планировала никого обучать, просто я получила запрос одновременно от двух ребят, которые мне сказали, а можешь нас научить? Я подумала, вау, это что-то новенькое, что-то интересное. Я их научила, и это были Даша и Миша. Даша сразу начала круто делать, она работала, она училась тогда на архитектора, жила в общаге, и у нее был материал, то есть у нее была кожа, были люди, были... Был материал. Вот как это правильно сказать, у нее... Ну, я ее поняла, да, было на ком тренироваться. Вот, да, ей было на ком тренироваться, и у нее очень быстро все закрутилось, и она мне первая предложила поработать у меня в студии. Для меня это было вау, я не планировала совершенно открывать студию, у этого места даже не было названия, это было мое личное пространство, где я просто работала, то есть, ну, соответственно, имени так у студии и не было, и я просто разрешила Даше работать у себя. Миша, он пришел к нам через два года, он работал адвокатом, у него была работа каждый день, то есть, тату, это для него было обучение тату как хобби, он рисовал от себя просто, он это любил, и, да, он просто как-то исчез на какое-то время, но я подумала, ну, ладно, может быть, знаешь, не его там, и так далее, хотя он очень круто рисовал, и потом через два года он просто ко мне пришел и сказал, Саш, а можно тоже у тебя работать? И я сказала, конечно, вау, круто, давай. И вы начали расширяться, или вы остались в этом? Расширяться мы начали, мы в этом маленьком пространстве работали вдвоем с Дашей, наверное, около года, и через год я предложила обучить татуировке свою подружку Лесю, потому что она переехала из Харькова тоже в Питер, мы вместе в Академии учились, и она классно рисовала, и было сложное время, знаешь, в Питере, Питер вообще испытывают жестко, ты живешь в коммуналках, и у тебя не хватает денег вообще ни на что, это реально очень сложное время, и я этот период своей жизни уже пережила, и я видела, что она находится в таком периоде, я, кстати, сейчас расскажу то, что я никогда в жизни не рассказывала. Давай. Я Лесю наняла работать на себя, и она рисовала мне целый год эскизы, и я уговорила клиентам, что это мои эскизы, и била по ним татухи. Вот это ты, конечно. Да, стиль чувствовался, но я в процессе просто меняла, у нее такой стиль более грубее, вот, я ее просила, да, рисовать что-то, что-то я рисовала сама, то, что она, допустим, была не сильна, она классно рисовала черепа, там вот, у нее графика была офигенная, и многие клиенты в итоге с работами по лесенным эскизам в будущем стали лесенными клиентами. Мы это недавно обсуждали, что... Ты им призналась в том, что ты погибила то, что она рисовала? Кому? Клиентам? Да. Те, которые стали лесенными клиентами, мы всем признались, но многие даже об этом не подозревали, я так думаю. Но ей нужна была работа, но это, получается, в самом деле, ваша совместная работа? Это был... Леся и Саша. Да, да, просто я об этом не говорила никому, потому что... Поток был больше клиентов? Ну, клиенты, возможно, не согласились, знаешь, я могла отдать эту часть ей, я поделилась, грубо говоря, брала деньги за эскиз, а так Леся брала деньги за эскиз. Это был классный опыт, но в процессе, когда мы уже так делали на протяжении какого-то времени, я ей предложила, давай, я тебя обучу, ну, это будет круто, у тебя получится. И она, дело в том, что когда-то, еще пять лет до этого, она уже имела опыт с татуировкой, они с Норой вместе, проходили ей курсы, но ей не очень понравилось. Я говорю, я ее как бы уговаривала какое-то время. Ну, смотри, вы поработали вот в этой маленькой студии и появилась уже тогда после этого уже полноценная нормальная твоя студия в Питере. Вот, сейчас расскажу. Значит, мы переехали в этом же здании, на этаж ниже, там было очень большое, ну, как, очень. На тот момент для нас это было большое пространство, оно было, наверное, такое, как вот тут сейчас у нас. И туда уже переехала Леся, Даша, по-моему, Миша как раз к нам присоединился, и Нора. А Нора чуть-чуть попозже приехала, и она уже делала татуировки, это тоже моя подружка и с Харьковами вместе учились, но она делала, она обучилась, она знала как бы технически, как делать татуировки, но у нее не было стиля, и она... На тот момент мы еще не понимали, многие не понимали, что татуировку можно создать самостоятельно. Многие думали, что тебе надо найти в интернете картинку и ее набить. Я тоже так же, когда первые свои татуировки делала, я примерно таким же способом их делала, искала картинки, референсы, да, и я не думала, что мастер будет что-то свое делать. И для меня было важно, то есть Нора, она технической стороны, она делала классно, она знала, но у нее не было стиля, и она ко мне сама пришла и сказала, что, блин, я хочу работать у тебя, типа, ты мне поможешь? И я очень сильно обрадовалась, потому что я понимала, что мои друзья сейчас будут жить в Питере со мной. Это была, наверное, самая такая большая идея, собрать всех вместе, и я очень радовалась, действительно, вот честно, искренне. И с Норой мы сделали упор на то, что мы начали искать ее стиль. И я, вот я как сейчас помню, первое мое задание было, я говорю, нарисуй, пять пионов разных, вот на листе акварелью. Ты делаешь классный цвет, я цвет не делаю, куча клиентов, которые хотят цветы, сделай пионы. Ну и где-то через два года она уже нашла свой стиль. Два года она работала в разных стилях, а потом уже нашла свой, собственно. Ну смотри, вот когда вы уже, получается у вас уже все больше и больше становилось, появилась студия. Ты все это делала сама или у тебя был какой-то партнер, с которым вы создавали эту студию? Потому что нужно же не только создать, нужно купить оборудование, нужно содержать помещение. А вы вдвоем с мужем, получается, имели эту студию? Да, он привозил доски, красил их, цеплял их на стену. То есть все мы делали своими руками, заказывали все оборудование за свой счет полностью, все сами делали. То есть первая питерская студия, это была полностью ваша, без каких-то партнеров? Потому что сейчас я знаю, что у тебя в Барселоне там отдельный человек, в Москве был отдельный человек и так далее. Вот если сказать быстро, что я долго сильно рассказываю, то получилось, собралась команда, мы взяли еще одного мастера, Игоря. Это вот первый Саша Татуинг состав такой. Потом мы взяли двух администраторов. Одна из них была моим личным менеджером, вторая администратор, я ее обучила, она тоже стала делать татуировки, потом мы взяли другого, третьего нашего менеджера. И у нас уже была такая команда, которая полностью... Сетевой маркетинг. Да. И еще несколько человек переехало из Харькова, тоже моих подружек, Ира и Алина. Алина сначала переехала, я ее обучила, потом Алина поехала в Москву. Собственно, мой партнер в Москве предложил мне открыть студию как раз потому, что Алина переезжала туда. И это как-то было вот так, знаешь, так все сложилось. Я вот безумно рада, что так все сложилось, что все мои подружки, все мои друзья были сейчас со мной, а тут еще Москва получилась. Вот все так неожиданно, все закрутилось, завертелось, и потом еще одна подружка, с которой вот мы были близки с Алиной и Ирой, и Алина начала работать в Москве, в студии, которую я открыла уже со своим партнером, и к ней переехала Ира, и Алина уже Иру обучила. Кстати, я запутала. Я не знаю, прости. Человеческие схемы. Ну, получается, это получается просто хороший такой дружеский контакт, который вы настроили, и который позволил тебе построить бизнес устойчивый, который жил много лет, ну, и живет, да, много лет. Я думаю, вот как раз это ключевое, что мы настолько хотели вместе расти и развиваться, и мы просто увидели, у нас не было никакой конкуренции между собой. У нас был просто вот такой рост у всех. Смотри, Алина переехала в Москву, из-за этого появилась студия в Москве, правильно? Из-за того, что она переехала туда. Получилось так, что у меня был клиент, он приезжал ко мне из Москвы в Питер делать татуировки, он предприниматель, бизнесмен, и он знал, что Алина собирается переехать в Москву, потому что Алина сразу сказала, Питер не мое, я хочу в Москву. И я не знаю, у него появились такие идеи, он ко мне пришел с бизнес-предложением, давай откроемся, штатунг Москва. И уже зная, что Алина туда переезжает, я подумала, вау, круто, да. Мы начали, а мы, все наши мастера, ездили в Москву на ГЭС, то есть мы работали в разных студиях в Москве, и я подумала, что это суперкруто работать в своей студии в Питере и в своей студии в Москве. И все наши мастера сразу начали ездить в студии в Москве как на ГЭС. через сколько тогда появилась еще и Барселона и зачем она тебе была нужна, если вот... Ну, это достаточно для меня... Возможно, я стану тоже большой в пасть в свой развитие. У меня это все должно. Но сейчас, мне кажется, достаточно сложно, знаешь, и в Питере следить, и в Москве следить, и еще в другой стране следить за своей студией. Ну да, я не буду говорить, что это легко, это было, да, действительно сложно, но все так быстро решалось, получалось, ко мне приходили люди, предлагали, я соглашалась, и это было круто. А в чем это, знаешь, как все любят этот... В чем секрет? В чем секрет? В том, что... На мой взгляд, вот как ты согласишься или нет с этим, мне интересно, когда ты начинаешь... Вот у меня так же было, когда ты начинаешь что-то делать свое, ты действительно работаешь, не то, что ты лежишь на диване, и все, и все к тебе прилипает. Нет, ты работаешь усиленно, но тебе это легче дается, потому что это твой образ жизни и работа. Ну, как это, знаешь, ты не делишь, что вот я сейчас должен пойти на эту несчастную работу. Вот. И все из-за этого, из-за того, что ты делаешь свое, ты выбрал, знаешь, как тебе дает вселенная талант. Вот ты этим талантом и пользуешься, и поэтому тебе очень легко, тебе очень легко этот талант масштабировать, потому что, опять-таки, вот такие люди помогают, типа все, опять-таки, эта вселенная, которая тебя наградила талантом, она тебе помогает дальше, знаешь, плыви. Да, я согласна с тобой полностью. Мне кажется, что в этом секрет может быть. Мне кажется, что я тогда начала развиваться очень сильно Инстаграм, практически с первого года открытия уже своей большой студии, он начал расти очень сильно. И у меня была очень лояльная аудитория. И я сама того не понимая и не зная, я очень сильно развивала свой личный бренд. Люди влюблялись в то, какая я и что я делаю, и хотели все то же самое. Поэтому, видно, я транслировала. Просто свою жизнь, после того, какая ты есть. Ну, понимаешь, я получала такое удовольствие от татуировки. Это приносило мне очень большие деньги. На то время это были миллионы. Я уже тогда могла миллион в месяц заработать рублей. Поэтому я понимала... Но это не только работа, именно рука? Именно только татуировка. А, только? Только татуировка, да. Вау. Я уже не говорю про Инстаграм, про рекламу, про коллаборации, про студия. Тоже мне приносило какие-то деньги. Я даже это вообще не считала. То есть, как бы, я получала такое удовольствие от татуировки, люди это видели и понимают, что я еще за это получаю деньги сверху. Это, знаешь, как такой бонус был. все сразу. Блин, о чем мы речь? Я просто сейчас еще так много изучаю информацию об этом, когда ты, знаешь, зарываешь свой талант, работая, просто зарабатывая. Вот на вот этих вот просто зарабатывая, тебе деньги вообще не приходят. Они приходят впритык. А когда ты начинаешь свое делать, у тебя реально в 100%. Не отклоняется. И вот я тебе поэтому и скажу, почему я сейчас, мы, наверное, к этому придем, почему я сейчас закончила свой путь. Я подожди, я сейчас хочу. Именно поэтому. Я просто хочу, возможно, мы додолго рассказываем, но ребята, кто развивается и кто действительно ценит эту информацию о тех, кто чего-то бился, они, я по себе знаю, досматриваются до конца. Внутри появилась студия в Барселоне точно так же, потому что появился партнер, который был заинтересован открыть именно в этом городе. И поэтому ты согласилась. Не то, что ты сама решила выбрать Барселону? Это наш третий администратор. Она работала в Питере несколько лет и она пришла ко мне с бизнес-предложением. Конкретно открыть студию в Барселоне. Я согласилась. И все, и дальше она уже ей заведует просто по твоим брендам, получается. Как и в Москве. В Москве была студия полностью тоже с моим партнером. То есть я, по сути, в этой студии не делала ничего. То же самое, как и в Барселоне. А как ты технически работаешь, есть твой бренд Саша Татуин, который им пользуется, и за счет этого ты просто получаешь свой процент, но контролирует студию полностью, они имеют в виду менеджерят ее, все, что устроено, но ты туда уже не входишь. Все на доверие. Все мои студии без единого контракта. Это так тяжело, мне кажется, в современном мире. Это тяжело, но, а как по-другому, я не хочу в других условиях работать. Для меня очень важно доверять людям, которые вокруг меня. Я доверяю каждому, и я их так люблю, и я им так благодарна, что они так же мне верят. За это время, получается, ты ни разу не пожалела, что у вас нет никакого договора, контракта? Со своим партнером в Москве мы суперклассно расстались. Он мне просто сказал, что, Саш, я вырос, я иду дальше, я понимала, что ему больше это не интересно. Я предложила Москву одному из своих мастеров в Питере быть моим партнером. Я ей предложила и питерскую студию взять Кате Гармония, которая, кстати, она была моим первым администратором, и потом мы ее, я ее обучила татуировке, у нее очень классный стиль. Ты пришел в Саш Татуинг, такой карьерный рост, оп! Да. Вот, и она, я просто увидела, что она тот человек, который будет, ей будет интересно заниматься студией, конкретно, как тату студии, знаешь, и я не прогадала, я сто процентов я попала в точку, она согласилась, она мне очень помогала с Питером и с Москвой, и в итоге это сейчас ее две, полностью ее личные две студии, потому что, когда мы решили закрыть студию в Москве и в Питере, мы решили, что... Я хотела чуть попозже оставить, это когда мы уже переместимся в Лос-Анджелес, потому что до момента закрытия Москвы-Питера и там ухода тебя оттуда, как лица этих студий, я так понимаю, прошло много времени, ты уже открыла и в Барселоне, и в Лос-Анджелесе, и здесь в села, и, ну, раз уж ты заговорила, давай сразу в этот момент мы говорим, потому что, ну, как мне кажется, со стороны, это тоже большая часть твоей жизни, из этого выросла Саша Татуин, и в целом, из этого выросли все студии, принять решение... Да, я сейчас не говорю там про деньги, все равно там что-то получала, но опустим этот момент, потому что у тебя уже здесь есть там стабильный доход, но принять решение закрыть то, что ты начинала, это как, знаешь, там, не знаю, первое дерево, которое ты посадила, тут нужно условно от него отказаться. Почему ты это приняла и насколько тебе это было тяжело сделать? Может быть, наоборот, это как, в один день? Оп, все. Я всегда думала, знаешь, я переехала уже, получается, пять лет назад, и пять лет я не была ни в Питере, ни в Москве. Да. Уже даже больше. И студии работали полностью автономно, были классные месяцы, когда мы зарабатывали много денег, были месяцы вообще суперпровальные, когда у нас уходили мастера, и мастеров было мало, все куда-то разъезжались, и как-то было суперкризисно, сложно, и я просто ощущала, что я могу их закрыть в любой момент. Я не чувствовала какую-то привязанность особую. Мне было грустно, конечно, но такого не было. Но в тот момент, когда стал вопрос закрытия студии, это было ужасно. Я прожила внутренний... Не знаю, как это назвать, я много плакала. Мне было сложно об этом даже подумать. Я когда звонила Кате, своему партнеру, Кате Гармонии, говорила ей, что я приняла решение, мы с Пашей приняли решение, что студии в Москве и в Питере мы... Ну, я ухожу, я хочу полностью уйти из русского рынка, поэтому ты дальше решай, либо ты их закрываешь, либо оставляешь себе и делаешь ребрендинг. Твое дело. Мы просто рыдали с ней. Это было настолько... Это было окончание чего-то такого большого. Было грустно очень сильно. Я даже об этом какое-то время не могла спокойно говорить вообще. Сейчас я, кстати, довольна собой. Мне сейчас это совершенно не пробует. Почему, собственно, это произошло? Почему вы решили, что все, мы уходим? Потому что началась война в Украине. Война в Украине затронула очень сильно... Она затронула меня непосредственно потому, что я из Украины, моя семья из Украины. Моя семья эмигрировала сейчас в Штаты с началом войны. Это просто было так сложно. Я понимала, что я внутренняя. Я не чувствую, что я уже хочу быть связана с этим местом. Для меня всегда говорить, что у меня студия в Москве и в Питере, это была гордость. Как я говорила об этом? Я гордилась этим очень сильно. Сейчас это... Ну, в какой-то момент я поняла, что это не работает на меня совершенно. Я не хочу, мне стыдно об этом говорить. Это стало уже чем-то новостью. Вот этот вот весь давление на тебя было такое сильное, что да, я решила, что все, пора. Пора уже, просто время пришло. Мне надо двигаться дальше, мне надо развиваться. Я увидела в этом точки своего роста наконец-то, потому что до этого для меня у тебя опять мест, опять тату-студии, а сейчас у тебя будет три. Я хочу завершить, получается, из-за того, что ты из Украины ассоциироваться дальше с Россией после всего, что началось, ты не захотела дальше уже делать, чтобы твое имя ассоциировалось в России. Я об этом не думала, я просто понимала, что вообще просто так дальше не может больше. Мы не работаем, ну, как бы это перестало работать. Знаешь, вот перестал ты видеть в этом... Нет, перспективы вообще. Все, ты не видишь точки роста, ты видишь точки роста только когда студии этих больше у тебя нет. то есть мое... Вообще, когда война началась, в принципе, все с ног на голову стало. У тебя поменялись ценности, приоритеты, сместился фокус совершенно элементарных вещей, которые ты думал, что тебе так нужны, тебя не перестали интересовать. И когда ты переходишь эту черту, ты по-другому смотришь на место. сейчас какое-то невероятное количество людей в связи с последними событиями, которые год продолжаются, переехала в Лос-Анджелес, вообще, в целом, эмигрировали по миру, и многие из них как раз занимаются тату. Я знаю это просто по своим знакомым, что они только начинают, ходят в эту профессию в новой стране. Как, на твой взгляд, действовать молодому тату-артисту, если он переезжает, не знает ни поля, плюс тут много конкуренции, с чего ему начинать, если бы ты сейчас начинала, что бы ты делала? А если бы я уже была неизвестна? Да, ты no-name. Окей, no-name артист переезжает в Л.А. Да. Ну, я бы, наверное, ему посоветовала снимать больше Reels и развивать свой Инстаграм. И уходить сразу в аудиторию той страны, куда ты приехал. Да-да-да-да. Потому что многие здесь застребают, ты наверняка знаешь, приезжают сюда и начинают бить русскоязычному комьюнити, из-за этого не могут повысить цену, делают там за 50 долларов, за 100 долларов татуировки, соглашаются на все, лишь бы была работа. Ну, смотри, я думаю, что если артист классный, у него хороший стиль, ему будет несложно найти студию. Студий реально много. Студия тебе может дать базу, именно базу клиентскую, да, и тогда будет возможность уже как-то двигаться дальше. Но если ты, например, не идешь в студию или как-то своими силами хочешь себя развить, то тогда, наверное, надо развивать инстаграм и делать упор на контент. А должен вообще тату-мастер получить лицензию здесь? И что для этого сделать, если нужна цель? Потому что в бьюде точно она нужна, например? Да, надо получить лицензию тату-артиста, для этого надо написать в хелс-департмент и отправить туда, там заполнить пару анкет, там ничего серьезного, и оно делается достаточно легко там в течение пару недель. То есть по факту это просто формальность, да? Это нет там какого-то масштабного экзамена? Нет, нет. А, подожди, нет, есть тест, надо сдать Bloodborne Pathogen Test. Он может занять, раньше этот тест был очень легкий, ты его мог сделать за 15 минут, а сейчас там такой супер олдскульный старый веб-сайт, и чтобы кликнуть дальше, он ждет, там, например, 30 секунд, что ты прочитаешь всю информацию. То есть сначала именно сам тест заключается в том, что ты сначала читаешь всю информацию, а потом ABC, там, делаешь уже тест. И последний раз у меня что-то около полтора часа или два часа заняло, чтобы закончить этот тест, и этот тест, результат этого теста, ты уже потом Health Department показываешь. Насколько можно получить лицензию? Она дается, если я не ошибаюсь, на год. А, и ты каждый год должен переэкзаменовываться, тот же экзамен давать? Все то же самое, вот я же говорю, это было очень легко, и сейчас вот первый год почему-то они немножко усложнили эту процедуру. Ну, все так же несложно. Саша, опять-таки, очень много ребят переезжают, и мне, а я еще такой додушный человек, я в России расследование делала, как кто неправильно работает, не соблюдает правила гигиены и так далее. Что и здесь у меня после остатки предвзятости мои остались. Если бы я выбирала, я прям задалбливала вопросами и смотрела бы очень внимательно, как все выполняется, если бы не доверяла этому мастеру. А как человеку, который вообще не в курсе, что должно быть у мастера, как он должен дезиндицировать, должен ли он дезиндицировать, как должно быть устроено место, чтобы ты ничего себе не занес. потому что вроде бы кожа и кожа, но на самом деле ты можешь повредить все свое здоровье одной татуировкой маленькой. Я думаю, смотри, первое, во-первых, надо спросить мастера все свои вопросы, о которых ты переживаешь. До визита. До визита, спросить, что он делает, как у него там все чистенько, что он использует. В моей студии все мастера пользуются одноразовыми материалами, то есть у меня ничего не стерилизируется, все сразу идет в мусорку и на другом сеансе новое все это достает. То есть, получается, место рабочее должно быть чисто и полностью контакт, допустим, с кушеткой, с подлокотником, со столиком, он должен не быть прямой контакт предметов, рук, поэтому все это запечатывается пищевой пленкой. Соответственно, надо обратить внимание, все ли пищевой пленки, все ли стерильно, одноразовое оборудование на столике лежит, все класс. А честно говоря, они не раздражаются ли тату мастера, когда он писал каждый день поток клиентов и все, если клиенты будут задавать вот эти вопросы, не раздражает ли это клиент? Или хорошего мастера, который все понимает, ну, как бы, знаешь, профессионал, он спокойно тебе на все ответит. Если тебя начинают хамить, не отвечать, то уже на этом моменте можно. Конечно. Ну, например, я бы ответила так, что у меня все одноразовое. У меня нет никакого контакта и ничего с предыдущим клиентом вас не связывает, например. А если я попрошу лицензию, то мастер обязан мне ее показать? Значит, если он отказывается, то тоже звоночек, чтобы я ушла? Если у него нет лицензии, в целом для меня лицензия, по сути, это только бумажка, она ничего не значит о том, насколько качественны мои работы и насколько я профессионал. Правильно? В этой сфере. Это всего лишь как, я не знаю, как бумажка свидетельства о браке. А может ли требовать клиента, если, например, у меня просто у подруги была такая история, ей набили, ну, реально, если смотреть, кривая татуировка, там, не знаю, что-то, что-то не качественно. Что-то не качественно. И может ли она требовать вот этого мастера, чтобы он ей переделал или как добиться того, чтобы ей переделал, потому что сейчас для нее геморрой найти мастера, который все за это возьмется и плюс, ну, в целом, у нее изуродовано получается там плечо. Ну, не прям изуродовано, но эстетически это выглядит не лучшим образом, не так, как ей хотелось бы. Что в таком случае делать? Ну, тут, как мастер относится к себе и к своей репутации, что он будет с этим делать. Например, я всегда очень на моменте, когда я перенесла эскиз на кожу и в моменте перед тем, как я начала делать эту татуировку, я очень доверяю своим стенселам вот самой переводке. Поэтому мне очень важно, чтобы мастер, о, точнее, чтобы клиент, он посмотрел, увидел, как она искажается, что происходит вообще, когда он двигается, полностью почувствовал себя с этим комфортно и сказал, мне все нравится. И я уже делаю, и, соответственно, уже не возникает вопросов, ой, знаешь, а мне кажется, там что-то кривое. Уже мы это обсудили, все на том моменте, где было что-то криво, мы уже все исправили и сделали ровно. Понимаешь, я даю, для меня это очень важно, я даю клиенту побыть пять минут, подумать, я ему всегда говорю, если тебе что-то не нравится, не бойся, пожалуйста, сказать мне, ты будешь с этим всю жизнь. Ну, конечно, легче сразу это исправить, мне сейчас очень легко все стереть заново и подвинуть на один миллиметр вперед, потому что ты этого хочешь. Конечно, когда клиент, тут просто очень видно, когда клиент сомневается, например, и если я вижу, что у него сомнения идут, я сразу говорю, так, давай не сегодня. В моменте, когда он только рассматривает, ты можешь отказать, да, получается? Да, потому что я вижу, например, что он не уверен, он начинает что-то спрашивать, как-то себя ведет, и я могу считать, что вот он не готов, поэтому я не хочу сейчас из-за того, что у нас там вот ждал сеанса долго, это не важно, важно только то, чтобы он себя сто процентов чувствовал комфортно с татуировкой, с которой он будет ходить всю жизнь, поэтому для меня очень важно, чтобы, и это в плане того, что если он увидит там что-то криво, потому что с моей стороны у него, например, ровно, а когда он смотрит своими глазами, оно там где-то уходит, знаешь, или еще что-то, и мы всегда, я очень лояльна к этому, я всегда, знаешь, стараюсь дать вот это вот пространство немного клиенту, чтобы он мне честно сказал, что он думает по этому поводу, и у меня поэтому нет такого, чтобы человек ушел и сказал, все плохо, все ужасно, там криво, или еще что-то, но если такая ситуация случается, то и мастер, например, говорит, типа, все нормально, все, короче, не парь меня, да, то я думаю, что тут надо обратиться к другому мастеру, кто смог бы это исправить, посмотреть, что по поводу лазерного удаления, возможно, можно кусочек удалить, так сейчас многие делают, это уже достаточно распространено, и можно чуть-чуть удалить, а потом подкорректировать и сделать, выровнять, и сделать лучше. Блин, прикольно, а что касается, сейчас я вот тоже проходила на Венисе, и ты мне до этого рассказывала не на камеру, а в целом про свой опыт в Таиланде, когда ты била татуировку, когда ты, знаешь, идешь, такой, о, можешь мне набить тату, а ты как раз обзорок, тату, вот с чем можно столкнуться, если ты вот таким мегомысленным образом, который подходишь, молодость, горячесть. У меня был такой опыт, когда мы захотели одинаковые татуировки с мужем в Таиланде, и мы пришли в студию, и мастер бил на полу, ничего не было запечатано пленкой, палочка, на которой, он делал это все хэндпок, то есть палочка, на которую он иглы, то есть это не были стерильные иглы, которые из пачки, это были иглы, из которых паяются иглы, теми, которые работают сейчас мастера, то есть это были поштучные, маленькие игры, он брал три штучки, и на бамбуковую палочку их наматывал вручную, то есть мало того, чтобы бамбуковая палочка была непонятна, стерильно, не стерильно, эти иглы вот такого размера, соответственно, там контакт крови и крови, это я уже просто, я когда смотрела, я только думаю, окей, ладно, я тут, меня сюда что-то привело, я делаю, и... купила мать с антибиотиком и делала три дня компресса, и себе, и мужу, ну, you know, just in case, чтобы вот, ну, вдруг что, потому что это было действительно опасно, и я очень переживала, если честно, я... А ты вот так следишь вообще за тем, кто появляется новость сейчас на рынке, или ты сосредоточена только на своем деле, и все? Нет, я не смогу видеть, условно, портится рынок, не портится рынок, качественный приходит, я не слежу, но... мастера, которые работают в моем стиле, я их могу просто в какой-то момент начинать видеть. Я не знаю, это Инстаграм мне так показывает ребят, которые талантливые, классные, по всему миру, которые не только там в России, или в Украине. А вообще, ты мне тоже, когда мы с тобой встречались лично, ты мне рассказывала, что сейчас может какая-то революция на рынке, это случится, а что ты видишь, что ты можешь рассказать в этом плане, как ты чувствуешь, куда может это пойти? Потому что, раньше как-то было, если ты набил татуировку, то все это на всю жизнь, пока люди перебивают, у них остаются какие-то красные пятна, знаешь, но все равно видно, что что-то уже здесь было некрасиво. Куда дальше идет вообще? Да, 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 да. Потому что мне из-за этого даже страшно себе что-то набить, я так лучше чисто похожу. Тату реально стремительно развивается, и я думаю, что тату-индустрия 100% выйдет на новый уровень. И уже сейчас я не хочу об этом громко говорить, рассказывать секреты, но это большой секрет, но я расскажу так. Ну, чуть-чуть расскажи. Вкратце. Ребята из Нью-Йорка создали Magic Ink. Что это значит? Звучит как что-то магическое. Это значит, да, то, что я увидела, у меня был созвон с владельцем бизнеса, бренда, и вообще вот он, это тот человек, который внесет сейчас эту инновацию в рынок, на рынок тату-индустрии, и он, у него есть татуировка Magic Ink, и он мне показал, что может происходить. И это просто, ну, знаешь, я тебе сейчас расскажу, ты не поверишь. Это реально что-то из магического какого-то, и я думаю, что это будет прорыв, это будет бомба. Я сейчас поеду на обучение к ним в Нью-Йорк в марте, потому что они как-то меня обучат, как пользоваться этим. Что это значит? Ну, я не могу ничего рассказывать, я подписала NDA, но я могу сказать, это Magic Ink, и это просто будет что-то нереальное. Я уверена, все с ума сойдутся. это, да, те, у кого ничего нет, как у меня. Ну, смотри, будет классно, если ты сделаешь татуировку этой краской, ты сможешь менять настройки, это нанотехнологии, ты можешь менять настройки своей татуировки. Я знаю, что я в команде, у меня есть к этому доступ, и мне будет о чем рассказать. Я очень жду этого, это будет очень интересно. Саш, ну, давай вернемся к тому, как ты оказалась в Штатах. Перейдем к этому блоку, потому что сейчас для тебя Лос-Анджелес, твой дом, это уже не место, когда ты кочевой жизни знаешь, что будешь перемещаться. Ты открыла здесь две студии. Первая мы находимся, первая студия, которая здесь появилась в Даунтауне, вторая находится в Хайланд-парке. Она очень свежая, новая, ей несколько месяцев буквально. И, ну, они достаточно большие, здесь очень много мест. Я во второй студии была, в твоей, там тоже вообще, там, двухэтажное здание. Расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказалась, как ты легализовалась, и как ты начала здесь свой путь потихоньку? Я сюда переехала целенаправленно переезжать в Штаты. Нужно расти, я поеду в Америку. Я приехала сюда рожать первого своего ребенка, и у нас был момент, как увидеть Лос-Анджелес, живя в нем. И там три или четыре месяца мы жили после родов с маленьким ребеночком, с Лукасом, мы гуляли, мы, то есть, мы жили в Лос-Анджелесе, и мы просто влюбились в этот город, в настроение, которое здесь. и на тот момент мы переехали в Берлин и жили в Берлине уже год. И в Берлине у меня был адвокат, мы делали документы, я планировала студию. Чтобы остаться в Германии, да? Да, я думала остаться в Германии, открыть там студию, и тут я забеременела, приехала сюда, родила ребенка, и когда мы уже вернулись в Берлин, Паш сказал, а давай-ка переезжать. Это было... Ну, это настолько разные города, да, я была в Берлине? Да, да, я прям... Это я была самым счастливым человеком. Это один из моментов, в которые я сказала да-да-да-да-да-да-да. Спасибо, что ты сказал первым. Да, да, я уже это решила, наверное, два года до того, как он мне предложил, потому что, когда я первый раз здесь была, мне понравился сначала Нью-Йорк, Л.А. я не поняла, потому что Л.А. туристы вообще не понимают, в принципе. Ну, тут сложно туристам, это не туристическое место, я считаю. Тут надо жить, чтобы понять, какой он. И когда я вот уже пожила, я поняла, что да, мне очень сильно нравится, я прям чувствую этот город. И у меня уже был юрист, я сразу написала ей, что привет, я вот Саша такая-то, такая-то, у меня есть то-то, то-то, могу ли я получить визу артиста? Она сказала, что да, я сделала визу артиста. На тот момент у тебя были коллаборации уже с брендами, у тебя были публикации в СМИ о тебе, что очень важно для артиста, и как раз ты на О1 подала тогда, просто объяснить, что зависит. Я получилась на О1 как не этот у артиста, как артист просто. Из-за коллаборации. Как единая личность. Да, у меня было много коллабораций, много статей, у меня было, в принципе, все, что надо для кейса. Я ничего дополнительно не делала. Мы взяли все, что у меня есть, подали мне, подтвердили, и все. И из-за этого, собственно, семья тоже могла переехать с тобой к хвосту. Да, виза получается О1, она дает возможность переезда тебе и твоей семье. Лукас уже был американец, он паспорт получил сразу, все четенько. А мы с Пашей получили визу артиста, переехали. Потом первое, что я сделала, это пригласила Нору переехать в мою будущую студию. Тогда еще студии не было в LA, но я знала, что точно будет, и я точно знала, что я хочу видеть своих друзей здесь. Я Олеся тоже пригласила, но она переехала только в этом году, спустя 4 года. Нора переехала сразу, и первую студию я сделала не Саш Татунг студию, а свое рабочее место через год. Год я работала в другой студии, а потом я уже поняла, когда, я поняла, что я готова, потому что... Ты, получается, сюда переехав, ты начала так же, как и в Питере? Ну, в обход, может быть, дома делать, оттывовки, да? Можно так сказать. Я начала работать в другой студии, чтобы... На кого-то, получается, снимать место. Да, да. Потому что тут другие цены и... Другое понимание бизнеса, наверное, да? Смотри, вот сколько ты зарабатываешь и сколько ты тратишь, то есть в России была... I know. ...большая разница. А здесь вот все, что ты зарабатываешь, ты все здесь и тратишь, и здесь очень сложно деньги собираются, и я просто понимала, что у меня нет денег на открытие студии, мне пришлось год поработать, собрать денег, потом открыть студию, потом как раз Нора переехала, и где-то еще через год уже полностью студию я открыла. То есть сначала вы с Норой открыли небольшое помещение? Мы вдвоем просто сняли это помещение, работали там, а потом я уже открыла первую студию, вот эту. А через год мы открыли с Норой, как с партнерами, вторую студию в Хайланд-парке с Аштатунгэллери. Для тебя прям принципиально важно было сделать опять это со своим человеком, не одной. Сто процентов. Для меня всегда, я сейчас, пройдя этот путь, я сейчас понимаю, что я не хочу дальше делать бизнес одна вообще. Мне гораздо легче быть в партнерских отношениях, мне гораздо легче. Тут даже дело не в деньгах, а дело в моем времени, который я уделяю студии, потому что открыть студию я должна полностью ей заниматься и быть здесь, если ты хочешь, чтобы этот бизнес приносил тебе деньги. Поэтому партнер это тот человек, который за тебя выполняет работу, ему это хочется. Мне надо было найти человека, который хочет это. Я знала, что мы с Норой откроем студию еще задолго до того, как мы ее открыли. Это где-то, наверное, было в моих желаниях, а потом, когда она мне сама это предложила, я, конечно, была в восторге. Смотри, сейчас, получается, Нора, она твой партнер в обеих студиях здесь, в Лос-Анджелесе? Нет, только в этой студии все еще по-прежнему я тут одна, как главное лицо, и у меня есть Саша. Саша за кадром сейчас сидит и что-то рисует все это творчество. Очень удобно, когда у тебя Саша и Саша. Получается, ну, я просто хочу понять, административную часть этой студии ты сама ведешь, получается, с помощью Саши? Саша? Да. Но в любом случае, получается, люди, которые с тобой работают, они дают тебе свободу реализовываться творчески. Правильно я понимаю? Вот. А Нора сейчас владеет, ну, владеет административная часть полностью той студии на тебе. И владеет полностью той студией, да. А, и владеет, просто твой процент там есть какой-то, да. Да, да. И все. Да. И получается, ты лицо студии так же, как бренд, выступаешь. Я думаю, я думаю, что примерно как-то так, да. Мы это просто не обсуждали так имена дословно. Как-то вот так сложилось. Я знаю, люди, которые вот именно как-то и в партнерстве только могут делать, они знают четко, что они могут, вот у них сильная сторона это, они за это будут отвечать. У других это, они за это будут отвечать. Так же у меня. Я отвечаю за определенные, определенные задачи в своей студии. А что именно ты делаешь? Я отвечаю за мастеров, за поиск мастеров в студии. Но, знаешь, вот, например, если взять Барселону, я дала какой-то пуш, я об этом постоянно говорила, я как-то завлекала оттуда мастеров, но когда самостоятельно студия уже начинает свою работу, все уже дальше идет без меня. то есть я все еще остаюсь, это все еще моя студия, я отбираю, то есть мы не можем взять мастера без моего ведома, например, или, ну, сто процентов это будет какой-то очень крутой мастер, знаешь, то есть мастера проходят через меня, мне надо убедиться, что у них крутой стиль, что они качественно делают, что они действительно крутые и классные, вот у меня есть какое-то чувство, я вижу сразу это круто, нет, зайдет, не зайдет. А вот если, например, сейчас кто-то из России, из Украины посмотрит нас и такой, вау, я тоже хочу к Саше, например, и за тобой наблюдал, он может постучаться, написать вам и приехать сюда попробовать себя. Мы всегда в поиске новых мастеров, потому что мастера со своим уникальным стилем это просто золото. На вес золота. Такого построения бизнеса студии в России и здесь ты чувствуешь, может быть, где-то сложнее, где-то легче? Знаешь, мне так легко это дается, что я вообще не вижу, что было что-то сложно. Ну, как бы, сложно было гречку есть и 20 тысяч в месяц получать, из них 15 уходило на жилье, 5 тысяч рублей оставалось, на еду 4 было, да, там на тысячу ты мог купить себе духи и там, я не знаю, что-то, что ты хотел. Ну, то есть, ты не видишь никаких принципиальных отличий от открытия бизнеса в России здесь? Мне кажется, здесь открыть бизнес легче, потому что здесь есть схема, как это делается. В России у меня не было этого. В России все было сложно, потому что, ну, опять-таки, возможно, я не знала как. Возможно, из-за моих страхов. Я боялась, может быть, где-то. Были моменты неприятные, как я регистрировала, о, Саша Татуинг в России, о май гад, и потом, как я его закрывала. Здесь намного легче открыть условную компанию и закрыть ее. здесь, если у тебя есть деньги, здесь все это делается вот так. Ты нанимаешь человека, который тебе делает открытие компании, ты нанимаешь человека, который занимается бухгалтерией, ты занимаешь человека, который тебе делает торговую марку со Шта Тунг. Другой человек тебе помогает все пермиты получить, все лицензии и так далее. Еще один человек все это контролирует. Каждый из этих людей, ты ему платишь 10-5 тысяч, тому 2 тысячи, тому 6. А в России разве не так это работает? У меня на тот момент не было никаких людей, которые бы мне помогали. и самой с украинским паспортом без разрешения на работу, потому что я все еще три месяца туда-сюда. Я пару раз получила все-таки разрешение на работу, потому что я все-таки решила все сделать легально и сделала о Саш Татуин. О, я сейчас вспоминаю, это как какой-то страшный сон. Все очередя. Как я получала разрешение на работу, это было что-то с чем-то. Это, знаешь, такой вольер железный. Есть такое слово? Да, для собак, да, обычно. с железной такие забор открывается, и, а ты стоишь в очереди. Запускается. С 5 утра, зима, 5 утра, ты стоишь, вот там забор какой-то открывается, да, открылся, да, там в 7 утра, и вас всех запустили, в ворота железные открыли, и это твоя ограждение. Ты стоишь на улице, не внутри, и ждешь в очереди. И в очереди украинцы, таджики, ну, кто там, куча людей разных ближнего зарубежья, разных национальностей, в основном одни мужчины и я. А людей очень много, все хотят разрешения на работу, и тебя вот как плотненько набили, закрыли этот вольер, и ты стоишь. Я помню, у меня, если отлистать в инстаграм очень-очень назад, там есть фотография, где я, куча ребят разных национальностей вокруг меня, и я просто свое селфи сделала и выставила его, и там люди просто были в шоке. Там очень интересные комментарии были на тему. А я, по-моему, я не помню, писала я или не писала, что я документы пыталась получить. Но я их в итоге получила, это заняло у меня, не помню, ну, короче, это была сложная история, да. Здесь такого не было, здесь как-то все... Возможно, я взрослее, я вышла на другой уровень, я понимала, что я не буду делать вот это все самостоятельно, я просто... Мне легче заплатить, нанять людей, и они мне качественно это сделают. А когда ты здесь начинала, легко ли тебе было найти первых клиентов, или о тебе уже знали, они сами к тебе пошли? Да. Легко ли тебе начало было зарабатывать здесь, чем в Питере? Легко. Меня уже все знали, у меня уже была запись, все меня ждали, и я легко... В принципе, знаешь, я недавно была в Непале, мне написало 4 человека, а можно ли сделать татуировку? Вы будете татуироваться? В Непале, серьезно? Вот, в Непале, и я такая, типа, думаю, вау, круто. Ты, ну, не стала иметь? Не, ну, я была на отдыхе, конечно, я просто к тому, что сюда приехала, у меня уже аудитория, она американская была, я, кстати, не знаю, почему, но она была американская наполовину, и я знала, что здесь я востребована, что меня ждут, поэтому, да, я просто, мне стоило сказать, что запись открыта. А в то время, когда ты работала с татуартистом, можешь назвать цены, со скольки начиналась твоя татуировка, чтобы к тебе попасть, и какой... Влайс? Да, Влайс. Какой мог быть твой самый большой заработок в день как артиста именно? Я приехала, и у меня было 500 долларов в час. Ого, ну то есть очень много для артистов. Да. Даже сейчас, мне кажется, такая сумма очень большая. Ну, я знаю нескольких мастеров, кто дороже берет. Сразу сходок это приезжать? Да. Ну просто, понимаешь, я приехала, я не знала, я брала 500 евро в час в Берлине, клиентов было очень много здесь, и мне никак... Я могла и больше бы брать, наверное. Просто я сразу сделала то, что мне комфортно, мне классно, я чувствую себя уверенно. То есть, потом я уже перестала работать по часам, как бы считать, и у меня просто было там три с половиной в день, например. Я знаю, что к тебе записаться тоже было достаточно нелегко, когда ты работала мастером. Вообще, в целом, всегда мне было легко, потому что какой-то всегда был ажиотаж вокруг этого. Возможно, потому что я не всегда была свободным... Ну, знаешь, как-то я долго не отвечала на письма, я делала какие-то списки ожиданий, я всегда записывала в первую очередь те клиенты, у которых уже были начатые проекты. Поэтому по-разному. Смотри, когда появились твои студии, это было больше для имиджа, для того, чтобы другие ребята могли работать по твоим брендам, или это полноценный бизнес, с которого ты можешь еще там улучшать свой уровень жизни и сейчас жить? Какая идея была? Да. Я понимала, что у меня так много клиентов, и я всех их не могу. То есть получается, это для людей, которых тебе приходит больше открытие студии, чем для себя? Это было... Со мной работали мои друзья, я понимала, что я могу им сейчас дать клиента. И это было все из-за какого-то желания такого всем помочь. Мне очень... Я видела... Знаешь, я просто понимала, что я видела в этом человек, что у него все получится. Я знала, что у него будет все классно. Я... У меня такое внутреннее какое-то было... И... Как знание заранее, что вот тут все будет. Вот сюда надо сделать упор. И я просто не сопротивлялась внутренним каким-то интуициям своей, может быть. Ты не собираешься больше открывать студию пока или нет? Собираемся. Будут еще студии? Серьезно? Мы уже работаем. Серьезно? Внезапно, когда мы с тобой встречались полгода назад, не было таких мыслей. Ну, да. Ну, то есть получается, потихоньку, условно, если через 10 лет мы встретимся, может быть какая-то сетка такая, Саша, ты тут? О, однозначно, 100%. Да, у нас большие планы. Мы хотим сделать фокус на Америку, и я вижу в этом очень большие перспективы лично вот для бренда Саша Татуинг. То есть получается, ты хочешь глобально что из этого сделать? Чтобы тату в какой-то момент ассоциировалось с тобой, чтобы у тебя настолько был масштабный вид, условно как Старбак, знаешь, на каждом углу. И ты знаешь, что в любой момент, если ты захочешь, прилетишь в крупный город Америки, ты захочешь делать тату, ты знаешь, что здесь есть Саша Тату, только ее найти на карте нужно, и все. Было бы круто. Но я, у меня нет таких целей на данный момент. У меня немножко сместился фокус после того, как я закончила татуировать, и я начала спрашивать себя вопросы, а что я хочу? И когда я начала себе отвечать на эти вопросы, очень много разного вылазило. я последние 10 лет вообще об этом даже не думала и не могла представить, что я могу пойти в какие-то другие сферы, не тату. Сейчас я вижу очень все четко. Да, я хочу проговорить все-таки про Сан-Франциско. Это просто для расширения бренда Саша Татуинг, для, опять-таки, позволения другим артистам работать с теми клиентами, которые хотят попасть в эту семью, знаешь, Саша Татуинг Студио. Для чего это будет сделано? Какая цель? Да, Сан-Франциско. Или это просто амбиции твои? У нас есть план. С моим партнером... С моим партнером Норой. То есть у девочек есть... У девочек, потому что Нора с Катей, они вдвоем занимаются проектом Саша Татуинг Галери. И следующую студию я буду делать в партнерстве с ними. И у них есть классный бизнес-план. У них есть классное видение, как это может быть, как это масштабно может быть в Америке. Мне оно очень нравится. Я им доверяю, я им разрешаю делать то, что они хотят. И я на таком этапе сейчас накажусь, когда мои ценности, фокусы, все сместилось. Я хочу понять, что вообще я такое. Зачем я пришла на эту планету, какие у меня предназначения, вообще какая моя цель, реально, что я хочу. Более масштабных таких, не конкретно там открыть студию, студию еще одну, еще одну, сделать старбаксы со Штатунг. У меня, возможно, были какие-то такие идеи пару лет назад. Сейчас я вижу в этом свой рост. Я вижу, что когда откроется Штатунг в Сан-Франциско, в Техасе, в Нью-Йорке, еще где-то, я вижу, как это может, что с этим можно делать, как с этим можно работать, не будучи тату-артистом. Для меня вот очень важно. Не будучи просто владельцем студии. Я хочу, возможно, я выведу тату немножко на другой уровень. Возможно. И у меня есть сейчас идеи, которые я прям горю и вижу их воплощение. То есть у меня нет конкретной цели, что я сейчас просто завладею всем миром через тату-студии или как-то пойду куда-то туда. Я об этом даже не думаю. Я просто вижу, что это логично, как бы, знаешь, развитие событий дальше. Вот, что будет дальше? Открыть студию в Сан-Франциско. Когда ждать? В Сан-Франциско? Я думаю, скоро. Ну, в этом году. В этом году. Да. Блин, очень классно. Саша, но прежде чем перейти к главному вопросу, почему ты оставила карьеру артиста и вообще, что это значит? Я хочу спросить мне для будущего. Ты совмещаешь очень успешную карьеру бизнесвумен, тату-артист, вообще свой личный бренд продвигаешь параллельно со воспитанием детей. Более того, у тебя двое детей, одного из которых ты родила меньше года назад. Уже больше года. Уже больше года. У меня время идет, чужие дети это быстро растут. Но в любом случае ты очень активна. Как у тебя получается совмещать это? И нет ли у тебя чувства вины, например, когда ты оставляешь детей и идешь в работу? Я знаю, что многие женщины это переживают. Есть. Мне кажется, это вот второй ребенок, он такую ключевую роль сыграл, почему я сейчас все-таки перестала татуировать. Потому что вот мы с тобой говорили сейчас о том, что ты не можешь делать свою работу из-под палки. Точнее, ты можешь это делать, но работать ради денег это не то, что работать в удовольствие и работать потому, что ты хочешь. Я вот 12 лет занимаюсь татуировкой и в какой-то момент я поняла, что сейчас я работаю потому, что это деньги, мне платят деньги и это моя работа. Когда я это осознала, я поняла, что не так уж мне уже и хочется работать и как бы я уже достигла каких-то уровней, когда мне хочется что-то большего, чего-то большего, мне хочется развиваться. Я уже просто ну татуировка окей, прекрасно, классно, я офигенно делаю, у меня очень качественно. Я знаю, что то, как я это делаю, как татуировки заживают мои, как они выглядят, это действительно уровень, которым я горжусь. Но я хочу что-то еще. Это как ребенок повлияет? А ребенок, потому что он маленький, ему надо время, получается, что я с ребенком и работа, ребенок, работа, ребенок, работа. У меня не было времени на себя, на какие-то другие идеи, другие проекты, ничего, только тату и дома я с детьми. Поэтому в первую очередь я поняла, что мне надо освободить время, чтобы у меня была возможность заняться чем-то еще и посмотреть вообще, что я могу в этой жизни достичь вообще чего. Прикольно, что когда мы вначале говорили, что ты такая, блин, я начала этим заниматься, мне так это нравилось, я могла просто это делать, и деньги приходили. А прошло время, там 10 лет, я их зарабатываю сейчас. Да, сейчас ты превратилась в такое ремесло на потоке, которое перестало приносить удовольствие. Просто интересно, знаешь, как меняется потом отношение к тому, что тебе очень сильно нравилось вначале. Я думаю, я не чувствовала ни разу моменты того, что я перегорела, как многие говорили, знаешь, ты перегорел. Тебе нужно отдохнуть, и ты загоришься. Да, у меня такого не было, я просто сейчас четко понимаю, что я уже вот достигла этой планки, того, чего я хотела, максимально выполнила все. Все мои мечты уже исполнены. То есть, ты амбиции свои удовлетворила на тот момент, когда ты их ставила. Ну, вот те амбиции, которые тебе были, точнее. Да, и сейчас у меня все поменялось. Я хочу совершенно, уже у меня совершенно другие планки, другие желания, другие идеи, и у меня просто не хватает времени на их воплощение. Я не хочу сокращать время со своими детьми, потому что это, допустим, полнедели я работаю, полнедели я с детьми. Поэтому я, выбор был сложный достаточно. Мне было очень сложно понять, сказать себе, да, да, ты больше не хочешь делать татуировки, да, вот этот день. То есть, я половину недели провожу со своими детьми, вторая половина недели, это я занимаюсь собственным развитием. А что ты делаешь? Прохожу какие-то онлайн-курсы, читаю книги, учусь, составляю планы, делаю предложения. позволение понять, что ты хочешь. Сесть, тогда, типа, куда ли я двигаюсь? Мне где-то понадобилось месяцев 7, чтобы вообще это все понять и сказать себе да, и, наконец-то, разрешить себе это сделать. Позволения не было никакого. Ты должна работать. Ты должна, ты не сможешь, как ты будешь платить по счетам, ты что? И в какой-то момент я поняла, что это как раз этот кризис, который я сейчас прохожу, он мне поможет выйти на новый уровень. Это тот мой этап роста. Я вижу, это вот сейчас такой трансформационный период, когда я закончила одну часть и выхожу на другую. А был соплазн выйти чуть-чуть там раз тут заработать? Ну, словно, там-то не работать полнедели, полнедели, а работать неделю, неделю, например. Знаешь, я сейчас думаю о том, что, например, если вдруг так случится, что, ну, так как я не работаю, у меня нет основного источника дохода, что будет, если я не смогу платить по счетам, или вот что будет, если мои деньги закончатся, то я думаю, конечно, у меня есть план B, у меня есть очень много клиентов, которые просто ждут и мечтают, чтобы закончить татуировки, потому что много проектов я не закончила, и я пообещала, да, закончить их в двадцать четвертом году. То есть сейчас я взяла год брейка, и я сейчас уже четко осознаю, что я не буду возвращаться в работу так, как это было до того. То есть ты, может быть, вернешься в двадцать четвертом закончить работу? Я в двадцать четвертом вернусь, закончу все проекты, которые я начала и не закончила, возможно, это будет пару месяцев поработаю, и все, да, я, возможно, я буду делать какие-то проекты, но это будут такие, знаешь, это не будет на потоке, как было, я не буду каждый месяц, ой, или там в неделю, там четыре дня ходить на работу, я хочу все поменять. А что бы ты сказала людям, которые сейчас в этом состоянии находятся, когда они вынуждены работать, чтобы зарабатывать, но при этом они понимают, что они не это хотят, и не понимают, что они хотят делать, но точно не это? Я знаю, что таких очень много. Как из этого выйти? Я знаю, да, я тоже вокруг этих людей. Я сейчас буквально пару дней назад подняла тему в Инстаграме и начала с людьми делиться своими переживаниями и этапами, которые я проходила, вот пока я поняла, что я действительно хочу и что действительно тату уже как бы свою роль сыграла, и что время для чего-то нового. Мне сейчас очень много людей пишет как раз, что «Боже, Саша, я примерно там же, где и ты нахожусь, и у меня все такие же мысли». Это сложно, надо понимать, что это кризис, надо понимать, принять, разрешить себе и не бояться, наверное, потому что страхи вообще не наши. Я вот уже сколько раз понимаю, откуда у меня этот страх взялся, но я его вообще просто так взялся, и он есть. Такое ощущение, что я росла с какими-то определенными запрограммированными страхами. Нужна постоянная работа. Да, сейчас я очень хорошо поработала над своими страхами за последние полгода, и мне сейчас просто смешно от тех страхов, которые у меня были и реально чего я боялась. Но сейчас их нет, и я такая думаю, блин, вообще, как я могла уделять этому столько времени? Поэтому, наверное, не бояться и понимать, что именно вот такой вот кризис он тебя выведет на новые уровни. А в этот момент тебе начали эти проекты переходить? Да, это как раз. Это подтверждение того, что ты правильно двигаешься. Это, кстати, очень круто было, потому что я переживала, какие у меня будут еще источники дохода, раз я лишаюсь своего самого основного. То есть, сейчас у меня есть доходы от студии, но они такие, знаешь, один месяц очень круто, я могу жить, путешествовать и все себе разрешу. А в следующем месте я в минус иду. Понимаешь, и я понимаю, какие у меня могут быть еще источники дохода, у меня сразу начали приходить идеи. Вместе с идеями пришли нужные люди. Понимаешь, что самое классное, что такое ощущение, что вот вокруг все у меня... Я начала видеть знаки, знаешь? Я начала просто расценивать это как знак. Все класс, посмотри, вот все подтверждения. И как-то все легко стало, и уже есть какой-то план. Я правильно понимаю, что ты потеряла в доходе, но в целом ты все равно... Сейчас? Ну, после того, как ты перестала работать, ты артист. Но при этом ты чувствуешь все равно себя свободно в том плане, что ты можешь себя поддерживать в свою красоту, здоровье, детей, белые и так далее. Все равно какие-то наработки твои, те же студии дают тебе эту возможность. Да. Я значительно потеряла в доходе, и да, у меня просто сейчас появились идеи, как выйти на другие уровни доходов. Да. То есть, понимаешь, у меня все было вот тут, а я хочу вот тут. Я хочу купить дом, я хочу много чего, я хочу поменять машину, в моей машине, блин, 12 лет. Ой, давай. У меня машину, которую я купила пять лет назад, и она 2000 там какого-то 11-го года. И я хочу новую машину, я хочу машину с салона, я хочу себе это позволить. Я, в принципе, могу сейчас себе это позволить, но я не разрешаю, потому что я понимаю, что у меня в приоритете бизнес, у меня есть куча идей, которые я хочу воплотить, и машина тут вообще не важна. Я хочу все это сделать, и потом уже нормально чувствуется. И резюмируя, ты остаешься в индустрии, в тату-индустрии, но не как тату-артист. Ну, то есть все равно тебя можно увидеть развивающе именно это направление. Дальше. Ну, я все еще буду... Как художник будешь еще воплощаться? Да, я сейчас хочу сделать упор на... Как это сказать? на развитие своей творческой стороны, писать картины маслом, более изучить это, потому что я этого не умею. Я 12 лет делала упор на тату, я дала себе два года сделать упор на творчество, на картины, на какое-то... все, что я захочу делать. Дать себе возможность сделать все, не только тату. Знаешь, чтобы... чтобы вот попробовать это все и сказать, что мне все-таки нравится, что я хочу. супер, на этой ноте можно заканчивать. Да, спасибо, что вы такие терпеливые досмотрели до конца. Конечно же, все контакты Саши будут, но я уверена, что те люди, которые первые сюда пришли посмотреть на Сашу, они и так знают ее контакты, но тем не менее я все оставлю. Подписывайтесь на этот шикарный канал, на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, и все. Спасибо. Спасибо, Саш. Пока-пока. А мы с тобой в прошлый раз обнимались, добавила внимание. Спасибо.